Сельскохозяйственный год 2018 в Гомельской области практически завершился. Собранный урожай перевезен в хранилище и уже реализуется населению. При том, что белорусские овощи и фрукты среди покупателей пользуются стабильным спросом. Наши корреспонденты поинтересовались качеством отечественной сельскохозяйственной продукции нового урожая. Эта машина из Брянска в Гомель приезжает трижды в неделю и всегда с одной целью – приобрести белорусские яблоки. Расстояние в 300 километров индивидуальных предпринимателей не пугает. Тем более, что ближе ничего похожего по качеству просто нет. Мы с этой фирмой сотрудничаем уже 4 года и постоянно берем яблоки. Качество яблок очень хорошее. Яблоки закупаем в детские садики, школы. То есть яблоки проходят по качеству. Ближе нам не устраивает качество яблок и по красоте яблоки очень хорошие. Выращиванием яблок Владимир Мещерский занимается не первый год, а поэтому знает о них абсолютно все. На 60 гектарах около 100 тысяч деревьев. Это рядовой покупатель со стороны может легко запутаться в сортах яблок – Джона Гольд, Иммант или Веселина. Фермер о любом из них может рассказывать, наверное, часами. Говорит, что при правильном уходе за деревьями неурожайных годов не бывает. Еще одно обязательное условие – экологическая безопасность. Обрабатываются, но это делается в ранней стадии. Это делается до цветения, когда основной лед идет всякого вредителя во время цветения. И после цветения, когда только начинается зависть, чтобы убить все грибковые заболевания и убить вредителей и их личинок. Поэтому эти три обработки мы делаем обязательные. Яды не токсичные, то есть там невысокий класс опасности, то есть для пчел это не влияет. Наши пчелы, у нас 50 ульев, не погибают от этого. Если пчела не погибает, значит яд нормальный. Почему при таких урожаях и качестве местной продукции на прилавках крупных белорусских торговых сетей пока еще преобладают импортные яблоки – вопрос совсем не риторический. Причем дать на него однозначный ответ достаточно сложно. Еще сложнее повлиять на руководство этих предприятий. Яблок у нас в этом году очень большой урожай. Но вопрос в том, что нам не до конца удалось поменять политику и подходы наших крупных частных торговых сетей. Мы работаем в этом направлении, чтобы белорусское яблоко в широком ассортименте было приставлено на прилавках. С учетом того, что значительная часть яблок выращивается в частном секторе, подсчитать реальные объемы урожая сложно. Кроме того, срок хранения такой продукции не очень велик. В лучшем случае до начала следующего года. Тем более, что условий для хранения продукции у людей практически нет. Между тем, сейчас белорусских яблок на прилавках много. Год оказался урожайным. До февраля, я думаю, долежат. Но не все сорта. Вот этот сорт уже надо скушать быстренько. А остальные яблоки полежат еще. Очень вкусные. На вкус разные они все. Красивые. Ни польские, ни обработанные ничем. Натуральные яблоки. Положительным образом на ситуацию на рынках влияет и кооперация регионов. Цветную капусту в Гомель привозят из Брестской области. Клюкву из Житковичского района. По словам продавцов, с утверждением, что импортное всегда лучше отечественного, сегодня соглашаются далеко не все покупатели. Лучше берут нашу белорусскую, чем привозную. Яблоко очень хорошо берут белорусское тоже. Интересуются покупатели, где белорусское самое лучшее. Гомельский центральный рынок – место, где ягодами, овощами и фруктами импортного производства не торгуют, по крайней мере сейчас. Исключений немного. Разве что бананы и апельсины. Здесь же можно проверить выращенные на нитраты и радионуклиды. Этой возможностью, кстати, пользуются достаточно много гомельчан и жителей ближайших районов. Если не злоупотреблять удобрениями, продукция получается нормативно чистой. Показания морковка и яблоки в основном чистые. С превышением в этом году мы не отмечали ни морковку, ни яблоки, ни фрукты, ни овощи. А дикорастущие ягоды и грибы, а также мясо диких животных частенько бывает с превышением РДУ-99. Если выращивание яблок – это в основном забота фермеров, то большую часть овощей поставляют сельскохозяйственные предприятия. В этом году в комбинате «Восток» выращивали капусту, свеклу и лук. Но наиболее значительные объемы – картофеля. Центральное хранилище сельхозпредприятия – одно из крупнейших на Гомельщине и рассчитано на 22 тысячи тонн овощей. Около 14 тысяч, из которых приходится именно на картофель. Условия хранения значительно отличаются от прежних технологий, когда осенью клубни завозили в бурты, а весной до 60% из них выбрасывали как испорченное. Новое хранилище построили из современных материалов, которые способны в течение всего года обеспечивать оптимальные условия. Постоянный контроль температуры и влажности позволяют снизить потери в разы и бесперебойно обеспечивают население вплоть до нового урожая. Это современное картофельное хранилище, оно оснащено современным оборудованием. Сохранность где-то больше 90%. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели.